Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Ольга Макарова, тренер по фитнесу Оль. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот поговорим, наверное, сегодня о том, что скоро Новый год, да, осталось банально полтора месяца, начинается предновогодняя суета, ну и, насколько знаю, фитнес-клубы начинают заполняться. Всем нужно срочно похудеть, всем срочно, женщинам особенно, влезть в новогодние наряды. А вот как тренер с многолетним опытом, вот что можете сказать, насколько конкретные цели нужно перед собой ставить? Ну, все зависит от человека, как он понимает, как интерпретирует слово, да, похудеть, да. Некоторым это просто слово говорит о том, что, вернее, цель похудеть, говорит о том, что я хочу нравиться себе, я хочу нравиться мужу, я хочу нравиться окружающим, и, соответственно, уже ставит перед собой цели. То есть ограничить себя в питании, либо там заняться активно физическими нагрузками, то есть если вы все будете вместе это выполнять, вместе соблюдать, соответственно, будет какой-то эффект и результат. Все зависит от человека, все индивидуально. И, как бы, если есть цель, просто ограничивать себя в питании, и плюс регулярные физические нагрузки. Вот, и все, весь секрет. Но, тем не менее, вот как бы временной промежуток, допустим, полтора месяца, да, что-то нового года. Да. А если, ну, есть и такие люди, которые могут купить себе платье, вот, да, девушка пошла, купила себе платье на четыре размера меньше и сказала, «Все, я в него влезу». А в итоге, ну, я не знаю, голодание, обмороки, вот… Как следить? На самом деле это очень большой стресс для организма. И, как бы, резко себя в чем-то ограничивать именно для какой-то цели просто в платье, да, влезть, в платье себе же потом просто навредишь, да. То есть, опять же, это через некоторое время человек снова начинает вести свой обычный образ жизни, соответственно, минимум физической нагрузки, максимум еды, компенсирует этой едой. И, соответственно, обратный эффект возникает, тот вес, который у него был, плюсом ему обращается, вот и все. Но, тем не менее, у нас принято худеть к Новому году, к 8 марта, да, к лету, конечно же. А потом на все дело забивать и, собственно, ни в чем себе не отказывать. Вот что таким людям можете посоветовать? Таким людям, ну, если у них такой образ жизни, если у них так вот заведено… Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, да. Они будут худеть к определенному празднику, да, опять же, ограничивать себя в чем-то, и снова потом компенсировать это той же весной или, наоборот, там, летом, да, набирать вес. Ну, вот, тем не менее, полтора месяца цель, допустим, ставим реальную, да, похудеть, ну, на некоторое количество, пару-тройку килограммов, подтянуться, чувствовать себя хорошо, выглядеть хорошо. Что вот прежде всего нужно сделать? Ну, наверное, пойти в фитнес-клуб какой-то, да, купить абонемент. Как выбрать себе занятие? Да. Сейчас все, что душе угодно можно выбрать. Да, все, что душе угодно. Огромный выбор занятий как групповых занятий, то есть, проходит это в зале групповом, либо занятие в тренажерном зале, соответственно, либо это кардиозона, либо это тренажерный зал. Опять же, если есть цель, да, похудеть, там, в короткий период времени, я советую брать тренера, да, индивидуальные тренировки, когда человек уже не он думает, как ему похудеть, да, а уже тренер составляет ему программу, говорит о том, в чем себя ограничить, какое питание, да, себе, какой, там, график питания себе составить, то есть, именно за полтора месяца какого-то результата достичь. Это реально, это возможно, но не будет такого, что там минус 10, минус 15 килограмм, на самом деле, это очень вредно для организма, вот. Но пару килограмм – это вполне нормально, вполне реально. А многие считают, что выходить в тренажерный зал девушкам вообще не полагается. Да, кто так считает? Потому что не похудеют, а будут, как бы, накачиваясь. Нет, на самом деле, опять же, какая цель у неё? Если набрать мышечную массу, соответственно, это одна программа тренировок, да, и, соответственно, уже и питание. Если это снизить жировой компонент и просто себя привести в тонус, свои мышцы, да, и свой организм, соответственно, совсем другая уже программа составляется именно тренером. Я ещё раз повторяю, да, что лучше брать индивидуального тренера, то есть, который он уже берёт, как бы, часть ответственности на себя за ваше, там, здоровье, за ваше питание, за вашу программу тренировок. И, соответственно, уже эффект, который будет в перспективе. Опять же, вот взяла тренера и начала ходить в спортзал семь дней в неделю по четыре часа. Как такое было? Нет, нормальный тренер не скажет, чтобы она ходила семь дней в неделю по три часа, нет. Соответственно, там, тренировка максимум это час-полтора, да, то есть, плюс, то есть, если один день это идёт силовая нагрузка, а второй день, может быть, это кардионагрузка, да, то есть, как бы, для того, чтобы там либо это беговая дорожка, либо это степпер, либо это эллипсоид, да, то есть, чтобы человек восстановился, да, и чтобы уже нормально мог через день, через два начать снова работать на другие мышечные группы, да, то есть, как бы уже... То есть, каждый день нет, нет и нет? Нет, каждый нет, нет, нет и нет, потому что это, я говорю ещё раз, стресс для организма. Организм не успевает восстанавливаться, и, наоборот, это, наоборот, вредит человеку, то есть, ежедневная физическая нагрузка именно активная. Голодовкам тоже нет. Естественно, нет. Нет, кушать, кушать, но есть моменты, да, себя ограничивать в чём-то, то есть, в первой половине дня это углеводы, да, если захотел ты съесть шоколадку, ну, съешь ты шоколадку, немножко шоколадки в первой половине дня, да, во второй половине дня, как бы, белки, белковая в основном пища, то есть, вот такой момент. И, соответственно, за три часа до сна желательно не принимать такую углеводы, да, такие, на ночь, не надо. Ну, вот, хорошо. В общем, более-менее выяснили, да, как делать надо, как делать не надо. Пошли в спортклуб и записались, нашли личного тренера. Ну, вот, как сделать так, чтобы потом захотелось это делать дальше? А это уже зависит от самого человека, да, то есть, как бы, для него мотивация будет результат какой-то, да, эффект, который он получит вот этих занятий, да, там, минус килограмм, минус два. Это уже говорит человек о том, что, да, классно, все здорово, я в тонусе, мои мышцы в тонусе, я себя чувствую отлично и замечательно. И, соответственно, уже человек это мотивирует, он хочет заниматься, он покупает еще тренировки с тренером, либо он занимается самостоятельно и, как бы, то есть, это долгосрочный такой... Это на всю жизнь? Да, у многих это на всю жизнь, то есть, для других нужна какая-то другая мотивация, да, просто прийти в клуб и потусоваться, да, с людьми пообщаться, то есть, как бы, их вот это привлекает, да, то есть, находиться где-то в каком-то... Но модно опять же. Да, опять же модно и интересно. Фотографироваться, зеркало. Да, селфи. Я была на тренировке. Да. Для других вот такая мотивация есть. Для других есть мотивация, о, я хожу заниматься в фитнес-клуб, так круто, то есть, у меня есть персональный тренер, у меня есть абонемент на целый год или, там, на полгода, да, то есть, как бы, для разных категорий людей разные ценности какие-то есть, вот. Ну, у всех цель одна – вести здоровый образ жизни, и, как бы, это модно, это здорово, это всегда, всегда в тренде, можно так сказать. А вот как ты, кстати, считаешь, вот ты уже много лет работаешь тренером, а год от года и больше людей начинают заниматься? Да, на самом деле... То есть, это становится все более... Да, 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 это очень здорово, и сейчас... Ну, открывается очень много фитнес-центров хотя бы. Очень много фитнес-центров, плюс добавляются какие-то программы, там, сейчас вернулись снова к сдаче ГТО, то есть, да, разные фитнес-клубы возвращаются, вернее, вместе с государственными программами проводят такие вот акции, да, в рамках фитнес-клубов своих, то есть, привлекают активно клиентов, причем организации привлекают к этому, и люди с удовольствием сдают. Мы были в бассейнах, мы были на стадионе бегали. Все это здорово, это объединяет, это... Они считают себя частью какого-то вот коллектива, какого-то социума. Это здорово, это классно. Ты, кстати, сама сдавала? Да, сдавала. Да, а как же? То есть, прям по полной программе? Да, да. Стадион, прыжки в длину, ну, то есть, там, разные дисциплины и бассейн, да. Что делали? Нет, ну, потому что... Спорт – это жизнь. Да, 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 спорт – это жизнь. Оля, считаешь, что спорт с тобой навсегда? Да, я считаю, что спорт со мной навсегда, и желаю всем, чтобы также спорт был частью их жизни. Это здорово, это модно, это молодежно, это современно, и приходите заниматься. Спасибо огромное нашим телезрителям. Напомним, в гостях у меня сегодня была Ольга Макарова, инструктор по фитнесу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!